Если мы выбираем лимит, допустим, в футболе, они будут, может быть, повышаться. То есть за счет, ну, на примере того же Адмирала, который был создан, я думаю, что рекордные сроки, книга рекордов Гиннеса, момент можно занести спокойно. За два месяца создали камеру, без копейки денег. Там, где хоккей большой, никогда не увидите, какой интерес у людей, проблемы решили делить. Но самое главное, в этой команде играют ребята, которые не нужны были остальным командам. То есть их выставили на графт отказов, так называемый, и им дали шанс. Им сказали, когда начало сезона, ребят, вас вот там не захотели, а вы вот видите сегодня шанс проявить себя и доказать, что вы у вас умеете играть и хотите это делать, и у вас есть характер, вот мужики и так далее. То есть это такой наглядный пример. И тот же Энвер Лисин, который был в третьих звеньях магнитки, вдруг проявился, как очень неординарный, интересный нападающий, который сразу привлек внимание тренеру сборной. Я считаю, что если он будет здоров и попадет в сборную, то это тот как раз игрок, который может принести что-то такое неожиданное для соперников, и он может и гол из ничего создать, и, в общем, играет во всех ситуациях. То есть, если бы он образно остался по магнитке, то играл бы, наверное, у Спирмазякина и Зарекова, там, в третьих звеньях, не знаю. Смог бы он свои амбиции проявить. То есть, еще раз, есть система, которая постоянно стимулирует игроков играть хорошо. Это система, в общем, для нашего хоккея, для нашего футбола, для скейтбола, она, в общем-то, я считаю, что должна быть очень приемлемой и понятной. То есть, по крайней мере, для руководства той же лиги и любой, не важно, какой клуб у нас чемпион, важно, чтобы у каждого был шанс этим чемпионом стать. И для этого, в общем, нужно понимать, что экономика здесь играет основополагающий роль. То есть, для этого вопрос, почему один умеет больше, а другой умеет шесть, больше. Да, такой вопрос, как раз по законопроекту. Вот те люди, которые его разрабатывали, они делились сами какими-то подсчетами, сколько ежегодно вот тратят господинополия на поддержку профессионального футбола. То есть, о какой сумме денег ежегодно есть, и идет эта речь? Хороший вопрос. Я его не задавал, коллег, они, наверное, тоже не знают, мало кто знает. Может быть, это и цифра, которая никак не повлияет. Ну, для этого нужно знать, насколько это чувствительнее для, ну, допустим, для «Газпрома» это может быть одна, ну, в плане, там, влияние на конечный продукт, цена для другой корпорации, это может быть другая совсем. Поэтому никто не знает, на самом деле, сколько тратится. По крайней мере, у меня таких цифр нет. По-другому, это как раз, может быть, и будет понятно, что, чего вы понимаете, что, когда на самом деле, там, копейки тратятся. Да, у вас есть ощущение, что не копейки. Ну, поэтому, еще раз говорю, я не знаю насчет цифра. Вот. Может, поэтому возбуждение такое, в плане, да, вот, поэтому... Да, пожалуйста. Пусть он председатель, я бы хотел вас спросить про футбол. Вы наверняка знаете, что в последний момент я не ведусь оживленная дискуссия по созданию, так называемого, объединенного человека. Да, данный законопроект, по сути, стоит крест на этой цифре. То, мы просто, как мы делаем, да, вот этот путь пошли. Украина не горит желанием? Мы о том крестере не можем говорить сейчас. То есть, вообще, на всякий вопрос, это сейчас, где-то обсуждается, нужен или не нужен, но законопроект говорит уже точно, что он не нужен. Что прям, вот, задача делать? Кто сказал, что законопроект будет принят? Вообще, у нас что, все законы принимаются, что? В принципе, мы сейчас вошли в дискуссию, которая даст нам понимание, где мы находимся. Вот, что дальше делать, мне так кажется. Я заслуживаю многие вопросы, связанные с социальной политикой. То есть, та же, пенсионная реформа, вызвала кучу, в общем, всяких дискуссий в обществе, да, и так далее, и так далее. То есть, мы на пороге серьезных, может быть, таких-то моментов. Здесь тоже надо идти вещи, вообще. Еще раз говорю, что я здесь больше, наверное, заботился об игроках. Вы знаете, многие команды имеют сложности, даже сегодня, с выплатой зарплаты. Не знаю, на сколько это происходит. Плюс у того, что происходит, да. Амур, например, да, Амур, да, например. Да, опять КФЛ сейчас помогает, потому что мы не могли перемещаться, хотя бы и выполнять свои обязанности перед календарем. Тем не менее, разговоров достаточно, не знаю, нет. Не буду вас будоражить в этом смысле, да, но если свои проблемы были в КСК, какие-то. Хотя бюджет был не самый большой, да, а в других клубах ребята получают в разы больше и не имеют никаких проблем. То есть, перестраховать даже риски, вот иметь такую сегодня систему, да, сложно. Тот же КФЛ не нужно застраховать заработные оплаты, потому что там есть некая сложность. Тоже, насколько это сегодня возможно. Все клубы наши, они в основном некоммерческие организации. То есть, если говорить о какой-то доходности в будущем, то как с этим поступать, что с этим делать. То есть, мы сейчас думаем, и вот где-то полгода последние работаем над документом. То есть, коллеги, которые внесли этот закон, немного опередили то, что мы хотели более мягкую, такую систему хотели предложить. Тем не менее, так случилось, что вдруг они... Хотя я с ними разговаривал, спрашивали, говорит, что эта инициатива была проговорена на стенах нашего ведомства. И вызвало, в общем, такой резонанс. Опять же, если это новость, у меня в этом законопроекте не было, я не знаю, насколько он был таким бы шумным и так далее. То есть, вот, отвечая на вопрос, ну, будет ли закон принят, не знаю. Состоится ли объединенный чемпионат, тоже непонятно. Позиция главного человека у нас против министра, она всем непонятна. То есть, у нас серьезные лоббистские возможности и аргументы, чтобы эта инициатива как-то обрела форму проекта. Хотя я могу вам сказать, что в 2003 году этот вопрос проговорил. Президент Путов, да, для получения, в общем, начать прорабатывать вопросы об объединении постсоветского пространства через единый календарь. То есть, мы с украинскими коллегами, с Колосковым в то время в тему проговорили. Там не были никакие цифры озвучены, и так далее, и так далее. То есть, желание было, но, к сожалению, с приходом нового руководителя футбола, наша инициатива была, в общем, похитена. На тот момент с украинской стороны тоже был такой же интерес? Приехали все, все самые крутые, которые там есть. Помню, у меня на Казаково столько охраны, не видел вообще никто. Ребята все приехали. По доброй воле мы сидели достаточно долго, полдня, в общем, создали варианты всякие, понимали. Вот, и я понимал, что создание лиги континентальной хоккейной, в то время евроазиатской, если помню, более простой ход, потому что такого жесткого полидория у Федерации хоккея международа не было. Аналог североамериканский уже есть, поэтому нам, в общем, сложно было, несложно было аргументировать создание лиги, потому что уже есть прецеденты, во-первых. Во-вторых, было желание тех же наших соседей и казахов, и потом, в общем, латыши подсоединились, то есть, и Беларусь. То есть, желание было, возможности были, аналог уже был, и мы быстро достаточно, в общем, начали прорабатывать документы, у нас регламент уже родился. В 2004 году был уже регламент новой лиги, правда, занимало какое-то время, чтобы этот проект был, но это отдельная тема, то есть, там больше было политики, чем каких-то других мотиваций. Долго получился, по крайней мере, я хотел. Сергей Артемов, «Спортбокс». Скажите, пожалуйста, почему эта законодательная инициатива была обнародована на экономии Олимпиады? Если вот авторы законопроекта «Кордеев» в развитии, если он так бежит, нельзя у вас пока полносятся, чтобы не понимать то, что он в дискуссии на экономии главного спортивного события? А каким образом это касается Олимпиады? В институте спорта, артемент? Ну, то не спросите, почему они вдруг эту тему инициировали. Моя подпись по законопроектам была последней, поэтому они уже ее уносили вот так или иначе. Еще раз, каким образом это может сказаться на Олимпийских... Ну, уже сейчас размещало ряд жёстких комментариев на эту инициативу, в частности, господин Бедель, как вчера. Бедель, какое отношение к Олимпийскому движению имеет? Мы все надеялись, что наша команда осталась чемпионов Олимпиадов, конечно, после этого года перерыва. И я думаю, что вот эта волна, она породится в такие какие-то одногласия, вызывает какие-то дискуссии, то есть обмен крупкостями. Мне кажется, на конкурент Олимпиады это не совсем практически верно. То есть, если команда не выиграет, то будет виновата эта инициатива? Нет, конечно. Но почему мы сейчас это говорим? Но столько законов... Вот закон 21, который я внёс, да? О продаже алкоголя начиная с 21-го года. Я перед тем, как внести эту инициативу, я встречался с огромным количеством людей. Со студентами, с бабушками, дедушками, с родителями. Со всеми, да, прорабатывал эту тему. Он необычный. Законы не рождаются, в том числе, когда я работал руководителем российского спорта. В общем, прежде чем носить инициативу какую-то, мы выезжали на место. Мы приглашали тех, для кого этот закон пишется, да? Какие нормативные документы нужно принимать, основываясь на конкретном. Ни один законопроект, который мы принимали, не был необсуждён. То есть, я потом с уверенностью шёл и убился за этот закон. Так вот, закон 21. Он же никому не интересен, да? Потому что там нету Зенета, блин, там нету Скай, ещё чего-то. Это касается благополучия нацик на всякий случай, да? У нас уже 11-летний алкоголик, он наркоман, уже не секрет. Это мы родители, бабушки, дедушки понимаем, потому что это касается всех. Вот, и больше того, 7,6% по результатам опросов ЦИРОМ поддерживают этот закон. Не знаю, какой ещё законопроект в нашей стране имеет такую поддержку. Ну, публичную, так? И что думаете, проект-то поддерживает этот законопроект? Уже второй раз нам даёт отлук, находя всякие причины солдатские и так далее. То есть, мы говорим сегодня о здоровье нации, о её генофонде, о её общем оборонеспособности, о её общем спортивной победной эстафете и так далее. То есть, один из десяти у нас сегодня приходит в призывной участок, который физически готов только служить в армии. Представляете, девять нет. Ну и мы понимаем, что происходит, да? Дети живут в интернете сегодня, присаживаются на иглу и так далее. То есть, спорт здесь как раз может сыграть серьёзную плечевую роль, да? Планета. В альтернативе всем этим вызовам, да? Я вот Дальнегорск, слышали там голод на Приморском прохрае? Да. Я не слышал. Дальнегорск. Дальнегорск? Дальнегорск, да. Я не знаю, там вот Дима из очень интересного региона, в Широтке, сколько там хоккейных коробок крытых? Один, да? Карелия? Да. Одна. В Дальнегорске люди всю жизнь мечтали покататься в закрытом катке, да? Потому что там холодно. Но, тем не менее, каждый божий год они заливают площадки, играют, у них там инициативные группы. Вот как вы думаете, плохо было бы если вдруг построить хоккейный тренировочный каток закрытый, чтобы люди могли, в общем, кататься на дайках. Это было бы как хорошим подарком. Таких мест у нас огромное количество. Тут с одним разговаривал, товарищ, близкий друг, он говорит, слышишь, что в Москве это делаешь? Да приехал деньги собирать на команду.